Перенесемся мысленно в портовый город Филиппах первого столетия и вообразим себе на месте апостола Павла, рассматривающего только что причалившее судно. Кстати, с этого места он начал проповедовать и в Англии на европейском континенте. В оживленном порту мы видим скопление людей разных слоев общества, профессий и культур. Например, у разгружаемого судна, только что прибывшего из далекой страны, стоит его владелец. Пока он внимательно следит за разгрузкой его товара, вы вежливо подходите к нему, извиняетесь за беспокойство и задаете ему вопрос. Скажите, пожалуйста, как вы понимаете жизнь? Что для вас значит жизнь? Удивленный вашим вопросом, он сперва как-то смущается, потом выставляет свою грудь, указывая гордо на свой до отказа нагруженный корабль и говорит, «Для меня жизнь — богатство. Вот, смотрите, это мой корабль, только что вернувшийся из далеких стран. Весь этот богатый груз принадлежит мне. Для меня жизнь — богатство, золото, торговля». Потом вы подходите к рабу, шатающемуся под тяжелой ношей груза, человеку, который разгружает богатство своего господина, и его спрашиваете, «Извините, друг, у меня есть к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, какое значение для вас имеет жизнь?» Согнувшийся под бременем тяжелой ношей, медленно поднимает он на вас свой тусклый взор, в котором давно уже погас огонь надежды, и бормоча он отвечает, «Уважаемый господин, для меня жизнь — тяжелый труд. Каждый новый день для меня значит день рабской работы. Нет у меня надежды на лучшее. Будушность моя, как видите, безнадежная, мрачная. Нет у меня цели в жизни, кроме насушного хлеба. Для меня жизнь — мучение». Но тут около вас стоит незамеченный еще вами человек, который прислушивался к вашему разговору с владельцем и его рабом. По одежде и его манерам вы догадываетесь, кто он такой. Да, он один из философов. «Вы задали, между прочим, очень интересный вопрос этим людям, — говорит он. Что они знают о жизни? Разве это жизнь — обогащать себя материальными благами, как этот коммерсант? Или разве это жизнь? С презрением указывая в сторону несчастного раба, — замечает он. Жизнь — наука. Знание дает мудрость, поэтому я поставил себе целью приобрести больше и больше знания, достигать еще другие научные степени и тем стать известным. «Это жизнь». Да, для меня жизнь — знание, культура, наука. Вы прошли несколько шагов, и навстречу вам идет римский солдат. Извините, гражданин, разрешите задать вам интересующий меня вопрос. Скажите, какое значение для вас имеет жизнь? Став смирно, как полагается солдату, и подняв голову, он отвечает. «Для меня жизнь — слава. Слава и честь победы на поле битвы. Для славы и чести моей страны и моему императору для этого лишь стоит жить. Ради этого я оставил дом, родных, удобств, все, чтобы жить для родины и императора. Мой друг, для меня жизнь — слава страны и императора». Допустим, что вам удалось даже иметь короткое свидание с самим императором. Вы и ему задаете тот же вопрос о цели смысла жизни. «Для меня, — говорит Кеса, — жизнь, империя, владычество, властвование над жизнью и судьбой моего народа, распоряжение государствами и руководство истории мира. Для меня жизнь — моя империя». Но в противоположность всем этим взглядам о значении жизни я слышу другой ответ. «Для меня жизнь — Христос». Это ответ человека с высшим образованием, одного из гений в того времени, отдавшего свою жизнь Иисусу Христу. Звать его Павел. Несмотря на годы тяжелых переживаний, согнувших его спину, и времени тюремного заключения почти ослепившего его глаза, потерю всех материальных благ, всего, что может дать мир, из-за стен тюремной камеры раздается его мощный голос. «Радуюсь и буду радоваться, ибо для меня жизнь — Христос и смерть приобретения». Да, Павел воистину нашел смысл и цель жизни. Для него жизнь — Христос. А теперь разреши мне спросить тебя, дорогой радиослушатель, какое значение для тебя имеет жизнь? Для кого и для чего ты живешь? Для некоторых жизнь заключается в том, чтобы стать известным, другим — быть богатым, а иным — закончить преклонные годы в покое и удобстве. Но что будет после, мой друг? Ведь это самое важное. Вечность. Где будешь ты проводить вечность? Скажи, может ли человек, живущий для себя, из своих удовольствий сказать для меня, «Смерть приобретения?» Возлюбленный только тот, кто может сказать «Для меня жизнь Христос», может с той же уверенностью и смелостью сказать, что смерть ему приобретение. Иными словами, кто доверил все жизненные вопросы Христу, у того и проблема смерти тоже решена им. А ведь они, суть, основные проблемы человека — жизнь и смерть. А между ними что? Только запятая. Подобно быстрой реке проносится наша жизнь. Какое незначительное расстояние между жизнью и смертью? Фактически его нет. Наша жизнь здесь на земле подобна коридору, ведущему нас в вечность. Наш пульс отбивает смертный марш, и кровь, в которой жизнь наша, подобно быстрой реке, течет в море вечности. Вчера вы пожали руку сильному здоровому человеку, вашему другу, а сегодня вы у его смертного адра. Как близки жизнь и смерть. Вот жизнь, а сзади смерть, как тень, преследующая нас. Вы скажете, какую мрачную картину вы нарисовали нам? Да, но я еще не кончил. Благодарение Богу, что есть место, где нет больше смерти, где жизнь и счастье царствуют вовек. Там нет ни слез, ни мук, ни страдания. Вы не найдете там могил, и никто не проливает там слез по усопших. Поэтому Павел с такой уверенностью говорит и смерть приобретения. Сегодня мы разделим наш текст на два простых предложения. Жизнь праведного и смерть праведного. Касательно жизни верующего, то мы имеем тут краткое ее описание. Для меня жизнь Христос. Но не всегда ведь для верующего жизнь была Христос. Родившись в этот мир, он был рабом греха и наследником гнева. Он не родился чадом Божиим. Нет. До того времени, как благодать Божия коснулась его сердца, он был исполнен горькой желчи и связан узами неправды. Он только тогда начал жизнь во Христе, когда Бог Дух Святой облетел его во грехах его и показал ему его испорченную грехом натуру. Когда благодатью дано было ему увидеть умирающего Спасителя, совершившего умилостивление за его вину, с момента, когда верой он взглянул на голговскую жертву и поручил свою жизнь Христу для спасения, искупления, оправдания и усыновления, с того момента он начал жизнь во Христе. Хотя вкратце посмотрим, что значит для верующего жизнь Христова. Во-первых, это значит, что Христос является его жизнью. Вспомним слова Павла верующим в колоссах. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с ним во славе. Христос стал моей жизнью. Он дал мне свою божественную и потому вечную жизнь. Христос во мне надежда славы. Какой чудный факт, что Христос Духом Святым живет в каждом чаде его. Но для верующего жизнь Христос еще потому, что слово его является насущным его хлебом. Разве сам Христос не сказал, если пребудете во мне и слова мои вас пребудут, то, чего не пожелаете, просите и будет вам. Для меня жизнь Христос значит, что его слово стало программой моей жизни. В нем я нахожу цель жизни, волю Божию и мудрость Божию. Кроме того, для меня жизнь Христос значит, что благодать его моя сила. Когда Павел молил Господа о удалении жала с его плоти, то слышим мы чудный ответ, данный ему Господом. Довольно для тебя благодать моей, ибо сила моя совершается в немощи. Тот, который обнаружил свою немощность, действительно может сказать для меня жизнь Христос. однако, более всего эти слова значат, что его слава является целью моей жизни. Павел пишет в первой главе послания к эфесянам, что мы спасены для похвалы и славы его. Павел имел одну цель, одну программу, одно великое удовлетворение в жизни – прославлять Христа. Это и есть значение его слов. Для меня жизнь Христос и смерть приобретения. Но для христианина разрешен не только вопрос жизни, но и вопрос смерти. Человек может отрицать существование Бога, может не считаться с фактом греха, но кто может отрицать существование смерти? Она неизбежна. Всюду мы видим ее, и рано или поздно каждый из нас должен лично с нею встретиться. Но вы слушайте слова моего текста. «Для меня жизнь Христос и смерть приобретения». Возлюбленные, что смерть приобретения, то это может понять только тот, который может сказать от всего сердца «Для меня жизнь Христос». Если смотреть с естественной точки зрения на человеческую жизнь, то, безусловно, смерть является величайшей потерей, а вовсе не приобретением. Возьмите того богача и его время настало и он умер. Взял ли он собою свое имущество, свое богатство, свое золото? Хотя всю жизнь он накапливал его, мог ли он его взять с собой? Разве не сказано, наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Прах ты и в прах возвратишься. Что пользы из всего твоего добра? Думаешь, что возьмешь его самую? Для меня жизнь Христос и смерть приобретения. Какой абсурд для человека мира сего смерть приобретения. Мир смотрит на смерть как на потерю всего. Так оно и есть без Христа. Тем более, что для него жизнь не кончается смертью, но продолжается вечное мучение. Смерть ее конец существования. Она лишь трагический перерыв всех планов и начало вечности без Христа. Иисус Христос в одной из своих проповедей сказал об одном богаче, который жил только для себя, для настоящего времени. Слушайте, у одного человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам собою, что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих. И сказал, вот что сделаю, сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой, и все добро мое. И скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись. И все его соседи и друзья, наверное, смотря на него, говорили, ах, смотрите, какого успеха он добился, как нам завидно его богатству. Он может, не работая, наслаждаться многие годы, ведь у него на долгое время хватит богатства, какой успех. Но Бог сказал ему безумный всю ночь, душу твою возьмут у тебя, кому же достанется то, что ты заготовил. Таков трагический конец человека, не взявшего Бога в расчет. Он без надежды, смертью все, человеком приобретенное, богатство, слава, знание, жизненный труд, все, абсолютно все кончается, все теряется. А тот, который может сказать для меня жизнь Христос, может и сказать смерть, приобретение. Он перешагнул порог смерти в жизнь со Христом. Какое чудное наследие ожидает любящего Господа. Да, если ты верующий, то смертью ты теряешь правда родных, детей, жену, мужа, отца, мать, братьев, сестер и друзей. Но эта потеря лишь временная. О, сколько друзей ты там встретишь, но лучше всего ты вечно будешь со Христом. Там не будет ни слез, ни страданий, ни печали, ни одиночества. Да, смерть для верующего приобретения. Таков исход верующего из этого мира. Какая чудная надежда, какое утешение, какая радость. Благодарение Богу смертью не все кончается, а только начинается вечное блаженство любящим Господа. В заключение я хотел бы, чтобы каждый, слушающий эту передачу, сам вставил заключительное слово в нашем тексте. Для меня жизнь, а дальше ответьте, что? Богатство, знаменитость, удовлетворение, желание плоти или Христос? Для чего жить? Для кого жить? Дорогие мои, жить для Христа это счастье как временное, так и вечное. Христос вечный и жизнь его вечная, и поэтому вечная и цель. Твой ли он? Можешь ли ты сказать для меня жизнь Христос? Если нет, то смерть не будет для тебя приобретением. Веруешь ли ты в Сына Божия? Можешь ли ты петь новое сердце искание живых Бог милосердный во мне сотворил? Новое все дал мне Господь, новое сердце и новую жизнь Он мне дал. Если ты не можешь это сказать, то выслушай меня. Ради вечного твоего блага, мой друг, прими Христа, пока еще есть время, и ты будешь спасен, а если отвергнешь, потеря твоя будет вечная. Субтитры субтитры